Всем привет! Это очередной критический взгляд и в этот раз мы раскритикуем глютамин. Глютамин это безусловно важная аминокислота, однако вокруг нее постоянно крутятся всякие споры и мифы. И она получила очень широкое распространение в бодибилдинге и фитнесе. Оправдан ли дополнительный прием глютаминовой кислоты? Нужен ли глютамин нам в больших количествах, чем мы можем получить его из пищи или синтезировать самостоятельно? На эти вопросы мы сейчас и ответим. Разбираемся с глютамином. Поехали! Глютамин это заменимая аминокислота. Если мы говорим заменимая, следовательно мы понимаем, что эту аминокислоту организм способен синтезировать самостоятельно, без получения из внешних источников. Основными функциями и задачами глютамина является поддержание мышечного роста и поддержание иммунной системы. Глютамин является из всех заменимых аминокислот наиболее часто встречаемой и наиболее распространенной в нашем теле. Глютамин циркулирует по крови и в мышцах, и мышцы на 60% состоят из глютамина. Вот это основные функции и свойства глютамина. Механизм работы глютамина довольно простой. Получать его мы можем из внешних источников или, как я уже сказал, синтезировать самостоятельно, потому как это заменимая аминокислота. Однако производители спортивного питания, которые делают глютаминовые добавки, говорят нам о том, что применение дополнительного глютамина в рационе очень может способствовать спортивным результатам, очень может поддерживать наш организм. Среди всех преимуществ, псевдопреимуществ глютамина являются такие факты, что глютамин может избавлять нас от перетренированности, может помогать нам восстанавливаться, спасать нас от всяких заболеваний, дополнительно поддерживать наш иммунитет и даже влиять на концентрацию гормона роста в крови. Так это или нет, конечно же нет. Этому виной многочисленные исследования, которые доказывают неэффективность и полную бессмыслицу в дополнительном использовании глютамина. И почему все так? На самом деле производители часто ссылаются на какие-то тоже исследования на своих банках и пишут, что вот исследованиями доказано, что принимать глютамин дополнительно имеет смысл. Конечно же, ну чего ждать от производителей спортивного питания? Они же не могут писать, что их добавка абсолютно никак не работает. Им же нужно, чтобы вы ее купили. Если вы прочитаете, что эта добавка не работает и что реальные исследования доказывают неэффективность, вы просто ее не купите. Однако многие культуристы часто рассказывают в интервью, что вот они используют глютамин и он очень работает. Верить или нет, решать, конечно, вам. Потому что если этот культурист ваш кумир, ну, конечно же, вы испытываете к нему определенное доверие. И, ну, в любом случае, вы не будете просто так пропускать его словами маушей. Поэтому верить или нет этой всей рекламе? Нет. Верить каким-то отдельным людям? Может быть. Потому что на каких-то конкретных людях, возможно, глютамин как-то и работает. Потому что исследования будут проходить бесконечно. И, возможно, еще нету тех исследований, которые доказывают на конкретных личностях работу глютамина. Но, в общем и целом, глютамин не работает и дополнительный прием глютамина никак не поможет вам в достижении каких-то спортивных целей и результатов. Как же быть с теми исследованиями, о которых пишут нам производители спортивного питания на своих сайтах, на своих продуктах? Ведь нет дыма без огня. Конечно же, такие исследования проводились. И есть ряд исследований, которые могут подтвердить слова производителей о том, что прием дополнительного глютамина как-то влияет. Для того, чтобы разобраться во всей этой путанице исследований, я нарисую вам интересный график, который все это отражает. На вот этой оси мы отразим результаты исследований. Допустим, есть результаты исследований очень плохие, которые свидетельствуют о том, что глютамин вредная добавка. Допустим, такие исследования есть. И это начало самого графика. Следующее исследование показывает, что глютамин приносит вред, но, допустим, не очень сильный. Следующее исследование показывает, что глютамин не приносит никакого вреда и пользы. То есть это, по сути, нейтральная добавка. Выпили и ничего не произошло. И следующее исследование также показывает такой же результат. То есть вот этих два исследования, это, по сути, нейтральные варианты, когда мы говорим о том, что глютамин бесполезен. Дальше следующее исследование покажет нам о том, что есть все-таки плюсы. То есть минусов нету, плюсы есть, и глютамин целесообразно принимать дополнительно. И уже последнее исследование доказывает нам, что глютамин это мега рабочая вещь. Она вам там и гормон роста поднимает, и от перетренированности спасает, и восстанавливаться помогает. Короче, песня, а не добавка. А вот этот график, это количество исследований. И снизу вверх мы отметим возрастающее количество исследований. Так вот, если нарисовать график исследования по глютамину, выглядеть он будет примерно так. Исследований, которые доказывают вред глютамина, практически нет. То есть график будет начинаться где-то здесь. Допустим, существует какое-то одно исследование, говорится иногда о том, что глютамин как-то не очень хорошо влияет в больших количествах на кишечник. Ну, допустим, такое исследование есть. Дальше все исследования многочисленные говорят именно о том, что глютамин практически нейтрален. То есть он фактически бесполезен для вашего организма. И очень малое количество исследований ведет именно сюда, к реальной пользе, к очень хорошим свойствам глютамина. Соответственно, мы получаем вот такую вот дугу, на которой мы видим, что нейтральных исследований гораздо больше. И именно им стоит доверять. Однако, что делают производители спортивного питания? Они используют только вот этот сегмент, который нам говорит о том, что да, глютамин это очень рабочая вещь, да, глютамин надо пить, без него вообще никак. И культуристов, естественно, за определенные финансы просят подтверждать эти факты. И они это подтверждают, а вы можете доверять, можете не доверять. Но производители используют только вот эту информацию, вот эту они, естественно, вам не будут рассказывать. Ну зачем рассказывать человеку о том, что глютамин никак не работает? Повторюсь, вы его просто не купите. Они используют только ту информацию, которая заставит вас купить спортивную добавку. Той информацией, что производители умалчивают нам о результатах нейтральных и каких-то негативных исследований, а рассказывают только о суперсвойствах глютамина, так тут еще стоит учитывать тот факт, что вот эти исследования, которые показывают реальную пользу глютамина и рассказывают о том, что он работает, скорее всего, проводились на людях при определенных условиях. Допустим, человек попал в аварию или получил какие-то сложные ожоги. Ему, естественно, необходимы дополнительные аминокислоты, потому что его организму просто крайне необходимо получать белок, аминокислоты и все, чтобы восстанавливать какие-то мышечные ткани, восстанавливать кожу и все такое. Или дополнительные какие-то условия были созданы для людей, какие-то сверхнагрузки. Но повторюсь, вот это все – это результаты исследований на обычных людях. И они подтверждают то, что глютамин никак не работает. А вот эти исследования, ну, вы уж сами поймите, что при определенных условиях любое исследование может показать желанный результат. Все исследования, которые так или иначе доказывают нам неэффективность дополнительного приема глютамина, строятся на одном простом факте – глютамина более чем достаточно в нашем обычном рационе. Кроме того, что даже если его будет недостаточно, организм сам будет синтезировать глютамин, мы его с лихвой получаем из обычных распространенных продуктов. Поэтому давайте рассмотрим те продукты, в которых наибольшее количество глютамина на 100 грамм. Самыми легко доступными и распространенными продуктами, которые содержат глютамин, являются курица, говядина, соя и глютаминовые добавки. Я их тоже внес в эту таблицу для того, чтобы провести сравнительную характеристику. Повторюсь, глютамин – это кусок белка. Это отдельная аминокислота, которая является в общем составе белка одним из компонентов. Соответственно, все белковые продукты, обычные, которые содержат полный перечень заменимых и незаменимых аминокислот, содержат тот самый глютамин. В курице, например, на 100 грамм мы получаем 3,6 грамма глютамина. В говядине чуть меньше. В сои, привет друзьям-вегетарианцам, у них вообще все отлично. У них 6 грамм, в 100 граммах содержится глютамина. То есть 6 грамм глютамина вегетарианцы просто вообще никак не нуждаются в дополнительном приеме глютамина. Ну и, соответственно, в 100 граммах глютаминового порошка от фирмы Optimum Nutrition, которую вы все знаете, и мы ее используем как эталон спортивного питания, ну, в принципе, тут все отлично. Тут 100 грамм в 100 граммах. И, соответственно, пересчитывая на 1 грамм, 1 грамм глютамина из курицы обойдется нам в 10 центов, в 15 центов будет стоить грамм глютамина из говядины, 2 цента будет стоить 1 грамм глютамина из сои, и 5 центов будет стоить 1 грамм глютамина из глютаминового порошка. Как мы видим, по цене, в принципе, глютаминовая добавка не такая уж и дорогая. Учитывая, что она чуть-чуть дороже сои, но чуть-чуть дешевле из животных источников белка, если мы будем получать глютамин. По цене, в принципе, все адекватно, но, повторюсь, по данным исследований, использовать вот эту добавку при использовании либо животных, либо растительных источников белка абсолютно не имеет смысла. Делаем вывод, глютамин это очень дешевая и доступная добавка, если рассматривать ее в виде спортивного питания. А теперь вспомните тот факт, что часто производители спортпита на банках с БЦА или Гейнера или протеина пишут о том, что это смесь плюс глютамин. И используют это как очень крутой маркетинговый ход. Вы типа посмотрите, у нас не только вот это, у нас еще и глютамин. А теперь вдумайтесь, зачем пихать глютамин к протеину? Или зачем глютамин добавлять к БЦА? Ведь БЦА это незаменимые аминокислоты, из них можно будет потом синтезировать глютамин. Из протеина, из белка, в котором содержатся и заменимые, и незаменимые аминокислоты, мы и так получаем глютамин. Какой смысл это делать? Какой смысл добавлять глютамин и писать плюс глютамин? Все очень просто. На самом деле это хороший маркетинг, потому что люди, которые не шарят и не в курсе, что глютамин вам аж абсолютно никак не нужен. Они думают, что ого, они запихнули сюда глютамин, значит это лучше. А на самом деле это просто удешевление производства. Разбодяживаем любую смесь глютамином. Глютамин никак не влияет особо на цену, но мы можем зато выезжать на том, что вот подорожало за то, что у нас глютамин есть в составе. А на самом-то деле подешевело. Глютамин-то он дешевый. Так что такие дела, если вы видите где-то на спортивных банках каких-то добавок в составе дополнительный глютамин, не в составе самого белка, а именно вот глютамин, добавленный к основному белку, но делайте вывод и понимайте, что это просто шанс заработать на вас дополнительные деньги. А сейчас информация для тех людей, которые, например, прямо сейчас являются сторонниками употребления глютамина, потребляют его и думают, что он работает. По данным текущих исследований я уже показал, что глютамин неэффективен и не работает. Однако не стоит отчаиваться. Во-первых, если вы принимаете глютамин, в этом абсолютно нет ничего плохого, как и хорошего. Во-вторых, если какой-то человек, допустим, какой-то культурист или заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу рекламирует глютамин и говорит о том, что глютамин очень работает, а вы ему верите, пейте его дальше. Ведь это не только добавка, это еще будет работать как плацебо. Потому что если человек, который вас мотивирует, который дает вам определенную долю доверия и вселяет в вас надежду, говорит о том, что он использует глютамин и он на нем работает, гарантированно глютамин сработает на вас, как эффект плацебо. Глютамин поможет вам в таком случае. И еще один факт. Далеко не все исследования на данный момент произведены. Я более чем уверен, что будут произведены еще сотни исследований глютамина и, возможно, большая часть этих исследований таки докажет эффективность дополнительных приемов глютамина и тогда вы скажете, хе-хе, а ты был не прав, глютамин все-таки работает. Но на данный момент ситуация такова. Глютамин доказана бесполезная добавка для дополнительного приема. Осталось только подвести коротко итоги этого выпуска. Глютамин это абсолютно бесполезная добавка на данный момент. Если у вас нет денег и вы не можете его себе позволить, просто забейте и не покупайте. Если такая возможность есть и вы можете его купить, купите и попробуйте. Возможно, именно на вас сработает глютамин. А у меня на этом все. С вами был Владимир. Вот такой получился критический взгляд на глютамин. Подписывайтесь на канал, палец вверх этому видео, если оно вам понравилось. И не забывайте делиться этим видео с друзьями для того, чтобы они были в курсе, что такое глютамин. Увидимся в новых выпусках. Пока!